В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В Ставропольском районе полицейские задержали четверых местных жителей. Их подозревают в хищении нефтепродуктов путем изготовления несанкционированной врезки в магистральный продуктопровод. Злоумышленники были задержаны с поличным в момент хищения дизельного топлива. Врезка была выведена прямо во двор частного дома, где и хранили награбленное. В ходе осмотра полицейскими обнаружены 20 50-литровых канистр, заполненных нефтепродуктом, а также зарытая в землю емкость, которая на момент осмотра заполнялась дизельным топливом из несанкционированной врезки. В ней находилось 3 тонны нефтепродукта. По результатам экспресс-анализа похищенного дизельного топлива доказано, что оно является аналогичным топливу, транспортируемому по магистральному продуктопроводу в Ставропольском районе. Ранее каждый из задержанных уже был судим за различные преступления. Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Вооруженный конфликт на овощебазе на улице Олимпийской в Самаре вспыхнул прямо средь бела дня. По рассказам очевидцев, к воротам овощебазы подъехали несколько машин, из которых вышли вооруженные люди и пытались зайти на территорию базы. Местные торговцы, в свою очередь, гостям почему-то оказались не рады и стали отбиваться от них, чем придется. В ход пошли все подручные средства – камни, лом и даже деревянные поддоны. В ходе потасовки один человек получил ранение и, по данным полиции, был госпитализирован. Причина конфликта пока и неизвестна. Установлением всех деталей произошедшего занимается полиция. Около 10 минут понадобилось инспекторам ДПС, чтобы задержать нетрезвого водителя – уроженца Азербайджана, который колесил по Самарским улицам. В какой-то момент полицейским даже пришлось применить стабильное оружие. Подробности в нашем сюжете. Около часа ночи на улице Тухачевского во время патрулирования экипаж ДПС заметил белую иномарку, водитель которой вел себя подозрительно. Двигаясь по дороге, легковушка виляла из стороны в сторону. На требования инспекторов остановиться водитель не отреагировал. Началась погоня. В какой-то момент легковушку удалось прижать к бордюру. Один из инспекторов попытался вытащить нарушителя из машины, но тот снова нажал на газ и около 20 метров тащил полицейского по асфальту. Сорвавшись, страж порядка решил применить оружие и выстрелил по колесам, но это также не дало результата. Погоня продолжалась около 10 минут. К преследованию подключились еще несколько экипажей ДПС. Позже на улице Аэродромной автомобиль нарушителя удалось зажать в тиски. Под рулем автомашины Шеролик Рус находился мужчина, 81 года рождения, уроженец одной из соседних республик, постоянно проживающий в городе Уфе, имеющий регистрацию, которая на сегодняшний день уже закончилась. Регистрация на территории Российской Федерации данного гражданина была до апреля 2015 года. Водитель вышел из машины, по первоначальным признакам находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования данный водитель отказался. За время погони водитель много раз грубо нарушал правила дорожного движения. За это на него составили больше 10 административных протоколов. Сейчас решается вопрос о выдворении его за пределы России. Кроме того, нарушители могут привлечь к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. За 100 тысяч рублей стать сотрудником ФСБ предлагал предприимчивый самарец, который сейчас находится на скамье подсудимых. В суде советского района началось рассмотрение дела по обвинению в мошенничестве. В декабре прошлого года работник торговой базы, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности, предложил жителю Самары помочь с трудоустройством в областное управление ФСБ. За эти услуги подсудимый просил 100 тысяч рублей. Как он пояснил, на предварительном следствии идея такого заработка возникла спонтанно. Однако реализовать намерения мошенник так и не смог. Человек, которому он предложил за 100 тысяч устроиться в управлении Федеральной собственной безопасности, обратился в органы того же у ФСБ с тем, что ему предлагают устроиться на работу за определенную сумму. Соответственно, оперативные сотрудники у ФСБ провели уже оперативное мероприятие. Свою вину подсудимый признал полностью. Теперь ему может грозить крупный штраф либо лишение свободы. Более 70 административных протоколов с начала этого года было составлено полицейскими за продажу алкоголя несовершеннолетним. Возбуждено 9 уголовных дел. Возможно, скоро за подобные преступления предприниматели также будут лишать лицензии. Об этом во время совместного рейда в поселке Шмидта рассказали начальник городского управления МВД Дмитрий Блохин и председатель городской думы Александр Фетисов. Один из продуктовых магазинов в поселке имени Шмидта. Кроме хлеба, колбасы и прочего на витринах спиртные напитки, которые продают кому попало, не спрашивая паспорта. В этот раз пена и напиток оказался в руках 16-летнего подростка. По словам начальника городского управления МВД Дмитрия Блохина, молодежь под шофе нередко совершает необдуманные поступки, порой роковые. 26 мая на территории советского района, когда в состоянии алкогольного опьянения девушка 97 года, которая является несовершеннолетней, совершила убийство своего знакомого 91 года рождения. Ситуация самая-самая банальная. В ходе распития спиртных напитков. Вот эти факты реализации алкоголя несовершеннолетним является достаточно показательным. За продажу алкоголя несовершеннолетним продавцу может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Что касается юридических лиц, в 10 раз больше. То есть до полумиллиона. Сейчас городские власти совместно с полицией обсуждают вопрос о лишении лицензии предпринимателей за подобные нарушения. Добросовестные продавцы понимают всю серьезность ситуации. При предъявлении паспорта только мы продаем алкоголь. Вот и все. Это очень строго и четко. Потому что у нас лицензия, она очень дорогая. Нам есть 4 лет. Мы этот закон соблюдаем. Помощь в выявлении подобных нарушений с недавнего времени полицейским оказывают общественники, активисты народного контроля. Изменить всю ситуацию, в том числе и в нашем городе, в области, в стране, можно только в взаимодействии с людьми, с неравнодушными гражданами, с представителями молодежи. Только так мы сможем препятствовать нарушению закона. После инспекции магазинов Дмитрий Блохин и Александр Фетисов в форме добровольной народной ружины прошли по улицам поселка. Как выяснилось, не зря. Уже через несколько минут на остановке был задержан мужчина в состоянии то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения. По словам местных жителей, подобного контингента на улицах поселка становится все меньше. Их выгоняет и милиция, и стенка отрулирует, смотрит. Если раньше говорили, что поселок Шмидт – это криминальный район, то сейчас я нигде такого не слышу. Чтобы добиться положительного результата и сделать жизнь в городе безопаснее, четыре дня в неделю на патрулирование улиц выходят более двухсот нарядов. В их составе полицейские, дружинники, сотрудники частных охранных предприятий. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok